Мне тут рассказал... Так, кто из них? Будем синхро-синхро-синхро-синхро-синхро-синхро-синхро-синхро. Вот, мне Костя рассказал, что это не надо делать. Да? Что там есть... У него в софте есть кнопка, которую он нажимает, и все само синхронизируется. Да? Охренеть. Ну все, зачем? Как оно может синхронизироваться? Там только наши голоса есть. Ну, у меня есть бэкап-ку, на котором все голоса, и он на основе этого синхронизируется. А-а-а. Ну ладно, что. Умерла традиция. А как же похлопать? Ну похлопать, что тебе мешает. Сейчас похлопаю, а Стольфика по попе. Да, добро пожаловать на очередной выпуск подкаста VR-терки. В этот раз у нас предновогодний выпуск, потому что, скорее всего, мы уже не соберемся до Нового года. И в следующий раз встретимся уже в 2022-м. Год чудес. Да. Ну это как с занятостью нашей связано, так и с тем, что сейчас в ближайшие две недели вряд ли что-нибудь будет анонсировано и обсуждать. Не, ну мы, конечно, можем пообсуждать игры, которые мы играем в это время, но это мы и сегодня пообсуждаем. Сегодня вообще мы хотели поговорить о том, что какие-то непонятки вообще у нас в VR и в индустрии, что одни источники говорят, например, что шлем Valve не будет выходить, другие источники говорят, что будет. Потом Mega Dodo Games, это которые Dekagear тоже. Разработчики одни говорят, нет, мы все закрываемся. Другие говорят, да не, не, все нормально, сейчас будем блокчейны тут вводить, и все будет у нас классно. Вот. И, как всегда, для обсуждения таких сложных, насущных проблем я пригласил сегодня Диму, Эрикова и Сашу. И, да, мы сейчас вам свое экспертное мнение как расскажем. Вывалим на тарелочку. Но начнем мы с того, что мы делали вчера, и, Дима, ты поиграл сегодня в After the Fall? Да, да, успел. Вот, так что мы можем поговорить об After the Fall. Эмбарго заканчивается шестого, но я думаю, что этот ролик выйдет после этого. Так что мы можем спокойно обо всем говорить. Нам дали пресс-релиз, и мы вчера с Сашей и Эриком мы в мультиплеере втроем поиграли, а Дима сегодня один с утра попробовал. Ну, так как мы играли втроем, мы, в принципе, знаем, какие у нас ощущения, какие у тебя были ощущения от After the Fall. Так, а у вас положительные или отлично? Смешанные. А тебе обязательно надо знать, какие у нас? Ну вот и выскажи свое чистое мнение. У меня скорее, у меня очень, как сказать, скорее негативное на самом деле. Очень много какой-то вот фигни, типа ты хочешь взять пистолет, берешь банку с пола. Вот таких вот вещей очень много, просто невероятно много. Она очень неотполированная, что ли. И у меня ощущение было, как будто я в квестовую версию играю, потому что все дергает. Он играл в Steam-версию? Да, я играл в Steam-версию. Это тебе повезло, потому что он играл в квест-версию. Я играл в квест-версию, и ты этого не хочешь. Да, я понял. Ну, слушай, вот я по ботам сужу, и боты выглядят так, как будто бы их не оптимизировали для ПК. То есть они сделали оптимизацию для квеста, скорее всего, и на ПК не сделали, потому что они вот, как будто бы у них с кадрами что-то не так, они очень прерывисто двигаются. То же самое иногда с руками почему-то, то есть, то нету. Хотя, ну, типа шлемом дергаешь, все нормально, FPS нормальный. Ну, странная вещь какие-то происходит. Вот. Ну, видно, что ребята в целом не особо заморачивались по поводу ПК-версии, мне кажется. Ну, это понятно. Сейчас, мне кажется, так все делать будут. Вот. Наверное, к сожалению. Вот. Но так мне очень не понравилась куча всяких вот вещей. Типа на Steam вообще... Вообще в игре есть настройки? Меню паузы там, нет? А, да-да-да, на правый стик это было сложно. Я все перетыкал, кроме правого стика. Все перетыкал, кроме правого стика сраного. Там есть ходьба не по руке, а по голове? Да. Да? Да, боже. Там есть по ведущей руке ходьба, есть просто по руке, я немного не понял, чем они отличаются, и есть по голове. То есть, но если смотреть по настройкам, да, их очень тяжело было найти на кастетах, я действительно тоже перетыкал все, и в настройки попадал только из хаба. Да, да, когда нажимал на кого-то. Да, через голову, да, как бы этого, своего сопартийца. А у меня не было сопартийца, я не на кого было нажимать. Вот, вот это мне не понравилось. Потом то, что там пистолет, я не могу отпустить. Типа, ну если я... Трезик стайл. Типа, там можно было отпустить оружие, причем бросить его можно было на пол, другой мог подобрать. Ты мог его положить в кобуру. Я понял, я потом нашел, что на кнопку там Y или на B можно было зажать, и оно упадет. Но я скорее про то, что по умолчанию, не знаю, как по настройкам, потому что настройки я как бы не нашел, у меня стимовская версия была, ну вы поняли. Вот, такие вещи на самом деле надо писать где-то, ну типа если оно в странном неправильном месте в каком-то, то надо писать. Ну там вначале, в туториале, там был вариант тебе выбрать или с кобурой, чтобы они у тебя на поясе, или как в Half-Life Alyx через сноу. Это есть, это я выбрал, ну типа в кобуре, все нормально. Типа, я про другое, смотри, я когда беру, вот допустим, банку взял, да, здесь что я могу, банку, господи, бутылку, да, и здесь что я могу сделать? Отпустил гриб, оп, она упала. А там я должен еще раз почему-то нажать гриб, чтобы она упала. А, странно. А, нет, 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 даже не так, даже не так. Я не могу нажать, вообще не могу уронить ее. Я могу только положить ее в этот, в кобуру. Про оружие или про бомбу? Про оружие, про оружие. Ну это логично, потому что ты можешь в полубое отпустить гриб, у тебя быстрее это выпадет, ну как бы... Не, у меня вроде нормальное было управление, я сжимаю, я держу, я отпускаю, оно возвращается мне на ремонт. Да, кстати, вот у меня тоже, я не жаловался на самом деле на то, что оружие выпадало. Единственное, что мне не нравилось, это то, что если ты в меню, вот, например, у Эрика был постоянный доступ в меню, но если ты в меню выбрал оружие на поясе, то ты уже фактически носишь только два оружия, одно оружие у тебя обязательно будет просто в руках, и если ты его бросил, то ты его бросил насовсем, то есть она у тебя не респаунится, там, при переходе с уровня на уровень. А так, в принципе... Я так его потерял. Да, 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 то есть я так УЗИ потерял, то есть остался с автоматом. Вот эти моменты, конечно... А у меня наоборот, я такой, типа, взял объекты, у меня три пушки, они приклеены к рукам, я перешел, я три пушки могу с собой носить. Да, у тебя на этом, на шарике, ну не на шарике, а как там на этом, на... Ну, выбор... Не-не-не-не, у меня просто в руке оно было, я не могу его бросить, пока Бенни не зажму, как бы, вот это. Вот. И поэтому я перешел куда-то, кстати, бак словил, я такой перехожу, такой, блин, у меня оружие отняли, а потом просто потрогал эти карманы, и оружие появилось. Ну, короче, баки, они такие... Потрогал карманы. Потрогал свои карманы, и все вернулось. Вот, то есть очень много вот шероховаться-ти вот этих меня прям выбешивали, если честно. Да, да, эффект резика они, конечно, прикольный сделали, то, что там ты оружие когда-то там бросаешь, оно обратно в карман тебе возвращается, это классно. Но в остальном... Ну, я его не увидел, к сожалению. Ну, как бы, я просто недавно опять переигрывал, поэтому я как бы сразу заметил. Ну, там это выглядело более, как бы, тут ты отпускаешь, и оно сразу появляется. Да, да, да. А там ты мог подкинуть, оно там делает сальтуху и так возвращается. Эффект-недоэффект. И вот в этом, кстати, они очень много моментов просто, так скажем, забрали, но не доработали. Как, например, когда ты берешь предмет и суешь его себе в запястье, то есть как в халфе, то есть ответственный эффект. Они могли бы, в принципе, ну, чуть-чуть расширить, потому что фактически ты на себе несешь один медпак, например, а с другой стороны одну гранату. Либо тебе приходится выкидывать эту гранату, потому что ты не можешь нести дискету. То есть для дискета и для каких-нибудь пропусков можно было бы сделать какие-нибудь сумки, подсумки, то есть, ну, соответственно, такие моменты связаны. Я не понимаю, как можно вообще жаловаться, когда у вас фонарик работал на оружии. Да, 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 на квасе фонарика нет. Да, тут еще дополнительный прикол. То есть, ты понимаешь, мы в темноте, мне страшно. Я такой, народ, а что вот здесь такое? Он такой, так вот, фонариком посвятил, такой, каким фонариком? Как его включить? Он постоянно на оружие включен, я такой, что-то пошло не так. А фонарика нету. И дальше по игре, когда там темно вокруг, мне страшно. Я вижу из светящегося только эти точки на прицелы на оружие подсвечиваются количество патронов и их ники. А стрелял я на звук. Просто по зомбарям. Бегут откуда-то, куда-то стреляют, и я вот ту сторону стреляю такой. У тебя, кстати, отличная меткость была, усваивает. Поэтому, ну, у тебя отличный, походу, слух. Вот. Но, на самом деле, игра максимально фановая, то есть, с точки зрения, когда ты идешь в компании. Ну, в компании можно себя развлечь. Да, в копе. В копе, да, мы повеселились. Да, то есть, там ищешь какие-то вот эти вот дискеты, потом ищешь тайные комнаты, в которые можно попасть. Опять же, от зомбей спасаешься, мочишь их волны. То есть, это очень круто, то есть, в компании. Одному просто отстой. Мне кажется, если играть одному, то ты сдохнешь от скуки. Потому что есть более адекватные шутеры. Я умирался скуки. Скорее всего, по этой причине, да, да. Но, скорее всего, по этой причине они сделали общее лобби, чтобы там, скорее, ну, ты заходил, ты видел всех, кто есть. Мне понравился, конечно, полный кросс ПК-квест. Это хорошо. Ну, там тоже баги такие, что ты закончил кампанию, мы были в пати, и каждый раз после прохождения уровня мы возвращаемся в лобби, и нам надо найти опять друг друга. Это баг, я думаю, они это пофиксят. Ну, это действительно, это очень неприятный баг, что мы каждый раз после того, как прошли миссию, нужно было пересоздавать группу. Это не очень хорошо. Ну, и там такие мелкие, типа, я выбрал уровень, я выбрал случайно не тот уровень, нету кнопки назад, чтобы мне отменить это. Мне пришлось покинуть нашу группу, потом добавить обратно Сашу с Эриком и по новой создать лобби. Ну, короче, это было странно. Да уж. Да. Нет, ну, вообще игра, на самом деле, похожа, нечто между, как мы обсуждали, нечто между Зомбдэй, это китайский зомби-шутер волновой, и Аризоной. То есть вот что-то между. В копе проходить, в Аризоне мы играли в копе, это было интересно. Здесь, вчетвером, это еще более весело. Постоянно какие-то приколы, опять-таки, там кого-то убили. Мы играли на самом... Мы запустили сначала третий уровень сложности. Чтоб ты понял, мы не смогли убить ни одного зомби. Через 10 секунд мы попали обратно в хаб. Причем... Да, то есть нас вынесли мгновенно. Зомби отличались. Да, и там были зомби с этими... Они были с этими замороженными кусками, которые нужно было отстреливать, скорее всего. То есть это прям уже хардкор. Нет, 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 нет. Я запускал вторую сложность, и они там появились, и наоборот это... Ой, ладно, сори, никто не видел. Я, наоборот, пробовал стрелять по этим кристаллам, и кристаллы, наоборот, это броня. То есть, например, если она на голове, то тебе нет смысла стрелять в голову, тебе нужно стрелять в тело, потому что голова, ну, типа, защищена. Вот, это прикольно. А это было бы для нас этим, если бы мы играли во втором уровне сложности, да, и мы когда встретили бы первого босса, которому нужно было отстреливать ледяные наросты, мы бы уже привыкли, что по ним стрелять не нужно, это было бы диссонанс. Ну, просто там были дальше боссы, у которых покрыто льдом все, и нужно это сначала отстреливать покрыто льдом, а потом стрелять по светящимся местам на его теле, которые видно только после того, как ты попал. Поэтому я и подумал, что, скорее всего, эти ледышки нужно будет отстреливать. Но на самом деле игра, я после вот, когда поиграл, был я на, как это выразится правильно, по свежей памяти, как только я поиграл на нее, да, вот полученные впечатления на квестовой версии, конечно, они немножко раздражали, но потом посидели, пообсуждали, я что-то подумал. На самом деле, да, для компании эта игра зайдет, и в нее вот есть люди, которые любят постоянно там играть, 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 сдрачивать и фармить. В ней нужно фармить, чтобы прокачать себе оружие. Они, скорее всего, будут наполнять контентом, то есть сразу добавлять карты, добавлять, потому что локации очень небольшие, а некоторые локации, ну, совсем маленькие. Ты помнишь, это третья, да, кажется, была, где мы вот только прошли, думали, что будет босс, а там была только одна волна, и сразу на выход. Мы прошли что-то минуту ее буквально там за семь, за десять, ну, один уровень, то есть вообще коротенький. Потенциал есть, для развития потенциал есть. Я вот не понял, там, кажется... На данный момент, по-моему, никакой мотивации по прохождению нету, ну, типа, заработать больше валюты, чтобы купить новое оружие, которое, в принципе, там всего сколько, шесть или восемь пушек, которые сами автоматически открываются, и для них обвесы... Они открываются не автоматически, они открываются дискетами. Это рандом. А учитывая то, что у меня еще и сбаговало все это дело, поэтому я считаю, что это, в принципе, игра требует дополнительной полировки и большой полировки. Кстати, да, у нас мы дискеты раскрывали после окончания уровня. Дискеты, которые мы расшифровывали, у каждого разблокируется что-то свое. У меня разблокируется там три раза подряд какой-то там улучшенный ствол, улучшенный ствол, улучшенный ствол. За него вы получаете по деньги. У Ильи в это же время открывается... Эрик. Эрик? Эрик погиб. Все, погиб смерть. Так вот, по поводу первого уровня. Это вертига, взломали его, чтобы... Да, 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 по поводу первого уровня. По всей видимости, все силы они вложили в первый уровень, а после первого уровня у них ушел, видимо, гейм-дизайнер и левел-дизайнер в отпуск, и они такие... Ну, в общем, из их наработок мы доделаем еще маленьких уровней, потому что они просто резко отличаются своей скоротечностью, вот, и, соответственно, возникает страшнейший диссонанс, потому что тут ты долго шел, там, по большому довольно-таки левелу, а второй, третий, четвертый и уж битва с боссом настолько лениво сделаны, что просто иди, удаешься. В конце концов, на тебя вместо одного большого босса пускают трех больших боссов, и они ничем не отличаются, ты просто их так вот... Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу, все, и он умер. Ну, в общем, как бы... Не знаю, что не стоит... Ну, я понял, то есть в коопе в целом оно фаново, но... В коопе? Да, да, но... Много тех моментов, которые были в Аризоне интересны, например, мне нравилось лутать, искать себе патроны, их постоянно не хватало, тут патроны это... Выстрелил по этому ящику, и они присосались через полкарты тебе в инвентаре, и все, тебе даже думать о них не надо. Максимум это иногда там кто-нибудь спрашивал, кто видел ящик рядом, и типа, да, вот здесь есть ящик, все. С патронами никаких проблем не было, так что можно было с одной пушкой... Вот я как получил этот Дигль, я с ним ходил большинство времени, потому что он практически всегда обычных зомбей с одного выстрела убивает, и поэтому, ну, было с ним. Волны сделаны, кстати, эффектно, то есть вот это вот огромные пролапсы, которые там возникают на потолках, оттуда лезут эти зомби, вот, все такое кровавенькое, то есть потолок из каких-то щелей, из дыр, там эти разные мини-боссы, это очень круто, то есть, ну, по крайней мере, это действительно весело. Вот, но в остальном окружение мертвое, то, что тебе можно вот так вот стул сделать, это вообще ничего не дает, то есть они даже, ну, они могли бы на эти стулья положить какие-то предметы, то есть, я не знаю, те же патроны или еще что-то такое, а ты просто отодвигаешь ради того, чтобы отодвинуть. Ну, это типа они сделали интерактивное окружение, что в VR приятно, когда ты можешь интерактировать с объектами, но вопрос в том, что когда этот стул трогаешь, ну, типа, это тебе не дает ощущения, что он интерактивный, он чуть-чуть интерактивный, да, но он все присосан к этому. Да, его нельзя подвинуть, его можно подвинуть. Вот в стартовом хабе, когда там дают потрогать всякие баночки, всякие там уточки есть, вот это все дают попробовать, в игре ты больше этого ни разу не встретишь. Ну, там интерактив на этом умер у тебя, только стул можно отодвинуть. Да, в уровне, потому что все, что ты можешь потрогать, это будут оружие, которое ты найдешь, взрывчатка и что там еще шприцы. Патрончик. Патроны ты не трогаешь, потому что патроны всасываются в тебя. А, ну, я имею в виду этот ящик, ты можешь его ударить рукой, но это очень хреново сделано, потому что там что-то, она как будто бы пролагивает фпс, как будто у руки падает, что-то странно вообще очень. Я помню, на каком месте я дропнул игру, потому что это недавно было, полчаса назад. Вот, короче, я выхожу, очень маленькое такое вот местечко, прям я не знаю сколько, 3 на 6 метров, наверное, такой закуток. Слева резаются два типа полубосса, а сзади волна зомбаков. Я на второй сложности за ботами играю. Меня зомбаки начинают жрать, потому что я назад отхожу, стреляю по этим зомбакам. Там реально очень маленький закуток, я не понимаю, кто додумался туда двух полубоссов закинуть. Это вообще зачем? Ну, вот, видимо, они так и продлевают, сколько люди должны потратить времени на прокачку, чтобы у них было там оружие уже топовое, и тогда они без проблем. И работали бы как команда, там, знаешь, один прикрывает сзади, остальные по боссу стреляют. А боты тебе не реснули разве? Не, их тоже сожрали, там всех сожрали. Там реально маленький закуток, там невозможно было выжить, я не понимаю, кто это сделал. Я считаю, что надо уволить этого человека, уволить. Вилка в глаз. Вилка в глаз. Здравствуйте. Всем привет, простите. Я так активно размахивал головой, что у меня кабель вылетел. Сорян. В общем, я слышал, вы обсуждали, что можно было там все потрогать, стульчики там, и типа руки там, стол облегают. Вот, учитывая, что основная аудитория этой игры будет на квесте, то я вас разочарую. Там ни стульчики не двигаются, руки проходят сквозь все. То есть там всего, что ты видел на квесте, на ПК-версии красивое. Свет там красивый, графон, полигончики. На квесте этого нет. Там персонажи, ну, твои друзья, с которыми ты играешь, они состоят там из 30 полигонов, грубо говоря. Я видел видос в чате. Прямоугольно-треугольные существа. То есть это не какие-то там люди, типа там, мужчина-женщина на шарфике различимые. Нет, это просто такая плоскость с текстурой. Смотрится, конечно, убогенько. Девчонка в хабе стоит вот эта. У нее такое ощущение, что тело от мужика взяли и чуть-чуть просто подвигали вершины, чтобы там что-то похожее на сиськи было вот здесь. Или вообще карта высот. Да. И руку как будто бы просто купили, типа, модельку... Да-да-да, она вообще не ее, то есть она как-то сделана так странно. Она, короче, как будто бы купили модельку терминатора в сторе, отрезали от нее руку. Скорее просто скачали бесплатно в скетчапе, знаешь? Да. Вот, просто приклеили. Ну, короче, типа, явно эту игру не разрабатывали там несколько лет и все такое, потому что, ну, я не представляю, чем они тогда занимались. Не, единственный вариант, чем они могли заниматься столько лет, если они реально это делали, это очень похоже, что они делали ее на основе Аризоны, и тогда они сидели и решали технические проблемы, которые они навертели, когда они делали Аризону, скорее всего. Это называется техдолг, когда ты навертел когда-то тысячу лет назад, типа, ааа, нормально, а потом ты, типа, сталкиваешься с этим, и у тебя горит, короче. Ну да, на говнокодили, а теперь этот говнокод надо приводить в порядок. Да-да. Ну ок, в общем, After the Fall, это, наверное, по моей оценке где-то 5-6 из 10, если то, если играешь в коопе, то есть если вот такую оценку ставить. Ну то есть фаново, но есть представители интереснее, то есть по большому счету, либо можете играть в классике. А там был сюжет, ниграя смирать. Сюжетом меня вообще прокатило, если честно. Как только мы возвращались в хаб, ребята такие, о-о-о, катсцена, катсцена. Я подхожу к ней, вот к этой тетке, к матриарху, терминатору, такой стучу по ее вот этому звонку, а она мне ничего не говорит, то есть, ну просто ничего, не дает никакие апгрейды, точнее апдейты для моей руки, там, для пушек, для чего-то еще, то есть ничего, просто как бы у меня все это забаговало, я не знаю сюжет. Ну как, я не знаю, как там инопланетяне напали, по всей видимости, или какой-нибудь вирус, возможно, не знаю, в общем, сюжет остался для меня за гранью. Ты просто очень токсичный человек. Конечно, конечно. Поэтому с тобой матриархат феминистка не захотела общаться. Да, ясно. Я был слишком мускулинным приобщением. Нам вот с Эриком дали на третьем уровне, по-моему, эту штуку на руку, которая типа ракетами должна пулять. У меня она таки не стреляла. Вообще не объяснили, что это такое, зачем это нужно. Я таки не понял. Я один раз ее смог использовать, то есть, я не знал, как ее управлять, но ты там целишься, автоматически на некоторых зомби появляется цель, ты зажимаешь грипп и отпускаешь, из нее ракеты самонаводящиеся летят. Один раз можешь за уровень использовать. Круто. Ну, это вот как будто бы кто-то сидел в свободное время, он придумал такую штуку, и они такие, о, классно, давайте засунем. Зачем это здесь? Абсолютно. Знаешь, я когда нажимал грипп, у меня сзади два такие огонька вылетали из него. Я подумал, что это ускоритель кулака, потому что там же вроде бы как можно кулаком ударить зомбя. Разве? Я подумал, что это какое-то ускоритель... Я говорю, вроде бы как, потому что ты же можешь с этого, блин, с сундучка сбить замок прикладом. Прикладом можешь сбить. Ну, чтобы не стрелять патронов, когда закончились, ты прикладом сбил. Я подумал, что, может быть, можно будет зомбей теперь мочить кулаком. Типа нажимаешь, и как бы кулак ускоряется, да, отрывается и улетает туда-то, там, вдаль. Но они же вообще ничего... Она говорит, это матриархат говорит, на, вот я тебе новую штучку, и кладет на стол. А ну ты берешь, так оно хлоп, и к руке примагнитилось. Я смотрю, так четыре дырки, причем наводишь на себя, она закрывается. Отводишь, сейчас и раскрывается, как терминаторская такая штука. Смотришь, так и что, и как, и куда, и вообще ни слова не было сказано. Даже не было никакого ни туториала. А, я пошел в тир, думаю, может быть, отстрелял? Я подумал, что это ракетница. Я пошел в тир, а оно никак там не работает. В тире оно не работает. Оно только в игре, ну, в самом Бархамде. Ну, какая твоя оценка квест-версии? На данный момент моя оценка квест-версии... Квест-версии моя оценка сейчас четыре из десяти. Если они будут добавлять туда контент... Да, фонарик. Если они, вот да, добавят хотя бы просто фонарик, это будет уже шестерочка. Вот честно, шестерочка. Потому что уже можно будет играть в темных помещениях одному. Если добавят туда контент какой-нибудь, допустим, там, уровни, миссии, режимы, что-нибудь такое, то, может быть, еще приподнять можно будет балл. Если они решат все-таки поднять на втором квесте графику, делать ее не уровня первого квеста, а второго, хотя бы хоть как-то подтянуть ближе к компьютерному, то можно будет уже поставить твердую семерку-восьмерку, но это при условии игры в коопе, если они добавят контент. Потому что на сегодня там всего пять карт, это мало. Если будет там хотя бы карт десять и какое-то там интересное задание будет, то можно будет, да, в принципе, собраться с ребятами вечерком на полчасика порубиться можно. Шесть же карт. Так, чтобы покупать, Аризону мы когда... Ну, там вроде было написано, может быть, она... Да, поэтому непонятно. Может, она пока отключена на пресс-версию. Скажем так, Аризона, учитывая то, что это была, да, там, одна из первых игр, но и сегодня в Аризону можно спокойно, там, кто-то новенький появляется в VR, да, там, из твоих друзей, ты говоришь, что Аризону играл? Нет, давай, я тебе помогу, пройдем в Аризону, потому что я всегда с удовольствием возвращаюсь в Аризону. Она приятная, в нее реально интересно иногда там раз в несколько месяцев вернуться, с кем-то ее пройти, получить такой же кайф. Здесь этого не было такого ощущения. Я не знаю, как это, вот как это можно объяснить. Да, понятно, что там эти всякие баги, но это не то, что вот прямо так отталкивает сюжет, ну, в Аризоне тоже сюжет не сильно какой-то там эпический, просто, скажем так, голосовые вставки между делом. Ну, ты явно считаешь, что Аризона выше уровнем, чем After the Fall? На данный момент, да. Это учитывая, что Аризона вышла в 2017? В самом начале в VR-игр, да. Да, учитывая, что она вышла давно, то я считаю, что она пока что более реиграбельна, чем... Потому что в Аризоне там даже этот режим есть, да, шутеров против волн, ну, как бы даже он интереснее, чем вот это было... Да. Возможно, мы испортили себе впечатление тем, что мы шли на самом легком уровне сложности. Но... Но даже на нем... Выше, если поставить, мы бы просто никуда не ушли. Мы бы сдохнули. Ну, я играл сначала на Изи, на самом легком. Потом я такой, так, ну, что-то на легком скучно, поставил на второй. Я особо разницы не заметил. Ну, вот увидел у чуваков там все эти синие штуки на голове и там на теле у некоторых. В целом все, я разница особо... Ну, то есть меня, ладно, меня там кусали вроде бы больше, не знаю даже почему. Ну, и вот потом меня сожрали, блин, два этих, два босса в маленьком помещении. Ну, типа, все. То есть я бы не сказал, что это сильно на что-то влияет. То есть если вам было скучно, там, вы слишком просто всех убивали, да, будет чуть-чуть посложнее. Ну, вот это у них как-то не отбалансировано, потому что в начале уровня, может быть, первую половину на тебя выходят самые простые, а потом они раз и двух боссов сразу кидают, которые тебя разламывают. Да, да, то есть ты уже начинаешь потеть, потому что как бы... Потому что у нас были уровни, где сначала легко-легко-легко, а на боссе мы уже там с воплями носимся кругами, потому что... Да, даже на легком. Да, да. Нет, да, свои вот эмоции на... Да, не четверочка, скорее даже пятерочка. Свои эмоции в коопе мы получили. Она отрабатывает, да. Это было весело, да, она отрабатывает. Это было весело, мы... Я там даже в некоторых местах визжал, как девочки, потому что люди, которые будут смотреть этот подкаст на мониторе, у которых все еще нету VR-а, если вы играли в Left 4 Dead, и у вас там когда Орда или когда-то что-то происходит, у вас это вызывает какие-то бурные эмоции, вы с друзьями играете, и там у вас доходят до крика визгов, а-ха-ха, то в шлеме это все-таки намного более эмоционально, потому что это не просто у тебя на мониторе большой на тебя бежит какой-то джаггернаут, а это, блин, дура метра три-четыре ростом, и она вот к тебе приближается, на тебя замахивается, а ты пищишь, потому что ты же не можешь быстро убежать. Тут тебе не кнопочку нажать и убежать, тут нужно повернуться и отбежать в сторону, то есть это вызывает свои эмоции. Особенно, когда у тебя кастеты и приходится нажимать на стик. Да, это каждый раз у меня слеза. Каждый раз. Мне, я еще вспомнил несколько вещей, которые меня прям побесили, вот ты сказал про этого, про трехметрового, ой, ношу сейчас, трехметрового босса, когда он тебя берет, это происходит в кадр, то есть нет такого перемещения, что он берет тебя именно, когда ты подходишь к какому-то уступу, ты не спрыгиваешь с него, а резко, вдруг, внезапно перемещаешься вниз, и это невероятно бесит на самом деле. Ну, они типа хотели сделать, чтобы никого не укачивало, но с другой стороны, для людей, которые привыкшие к этому, которые уже используют перемещение по стику, почему не сделать нормально. Причем у ботов, если ты видел, у них классная анимация того, как они спрыгивают там вниз. Слушай, может быть, у тебя тоже, когда ты спрыгиваешь, красивая анимация какая-то, но ты ее не видишь. Ты ее не видишь. Ну, опять же, отсутствие лестницы, отсутствие... Я пользуюсь телепортами. Двери, двери. Ты подходишь к двери, и рукой ты нормально ее не можешь, по-моему, вообще отодвинуть, или может быть, супер медленно, я не знаю. У меня постоянно было такое, я иду в дверь, и я знаю, что капсула моя, она двигает дверь. Я иду в дверь, и понимаю, что моя рука просовывается с другой стороны, и я как будто бы рукой сдерживаю эту дверь. Или я хочу, я иду, хочу дверь открыть рукой, и я рукой держу дверь с другой стороны, короче. Что? Почему? Бесячая совершенно механика, вот дверей у них получилось. Блин, даже у нас лучше эти двери. Я стоял... Не сказать, что прям долго с ними возились. Нацелился на ручку, нажал грипп, знаешь, так вот так кистью делаю, а там дверь вух-вух-вух-вух. У меня примерно такая же была история в самом начале, в хабе, я такой, типа, хочу что-то там перезарядить пушку, что ли, и вместо этого у меня рука нацелилась на какую-то штуку впереди где-то, типа, на шкафчик. И она такая раз, такая улетела, и такая, типа, дверь там открывает. Ну, может, потому они не сделали никаких лежащих объектов по локации, чтобы ты случайно их не поднимал, только то, что нужно. Ну, наверное, да, то есть вместо того, чтобы сделать нормальную механику переделать, они такие, а давайте все с уровня удалим, все отлично будет, зашибись. Твоя оценка, Дим? Моя оценка стимовской версии в одного, там, четыре, наверное, я не знаю. Ну, где-то, да, то есть, получается. Наверное, если играть реально, как вы говорите, в коопе, в коопе, чисто из-за того, что вы играете вместе, возможно, это реально было, ну, чисто, знаешь, в коопе все веселее обычно. Даже если там какая-то фигня происходит, вы такие, ой, лол, смотри, у меня рука там застряла, ха, лол, смешная игра сломана, вот. Ну, то в одного это, ну, типа, только без. Ну, да, это раздражает. Поэтому я, честно, мне не хочется играть дальше пока, что я не подождал бы. Немаловажный факт, нужно еще смотреть на ее цену, потому что, я же говорю, основная аудитория у нее квестовая, если она на квесте будет стоить 30-40 долларов, то она не стоит вообще этих денег. 20 долларов можно подумать, если нравятся шутеры, 10 долларов можно брать, 10 и ниже, если на скидках, можно брать, потому что, в любом случае, рано или поздно, ты зайдешь туда, найдешь друзей, вернее, соберетесь с друзьями и толпой пойдете, это будет фан. За 10, да. 20, только посмотрел уже после выхода какого-то контента, 30, нет. А пока неизвестно, сколько она будет на квесте стоить? Вроде 40 долларов. Но в стиме 600 с чем-то, 625. Я, ну вот, для меня бы она стоила 40 евро, я бы, конечно, столько не заплатил. Мне кажется, подходил бы ей вариант такой, что она стоит 10 долларов, и потом они там какой-нибудь или Battle Pass или какие-нибудь DLC-шки выпускали по 5-10 долларов с дополнительными уровнями, там, с вот этим всем, для тех, кому понравилось, то есть они не создают гигантский порог вхождения, чтобы люди могли за 10 долларов попробовать. Если вам нравится, вы продолжаете это покупать. Но, видимо, они решили... У них написано в пресс-релизе, что будет, да, будет дополнительный контент бесплатный, но на чем тогда они будут жить? То есть пока люди посмотрят такие, ну, контента мало, посмотрят обзоры, ну, не будем покупать. Ну, тогда у них не будет этих денег вообще на разработку. И они перейдут на следующий проект. Мне кажется, этот проект мертвый в том плане, что вот он вышел, и он вышел, возможно, они выпустят его еще на пятую плойку, то есть, соответственно, ну, потому что, в принципе, как кооп-игра для пятой плойки, для пятого VR, ой, точнее, для VR... PSVR 2. Да, VR 2. Кстати, кстати, в пресс-релизе, когда я просматривал, там все системы управления показаны, и на PlayStation 4, или, не знаю, на пятую он выходит, для нынешнего PSVR. Ты можешь играть на DualShock'е. Ну, то есть, в принципе... Ну, и, возможно, какие-то DLC еще выйдут, то есть, непосредственно... Возможно, там инвентарь по-другому реализован. Ну, да, то есть... Мне кажется, мы слишком долго в этой игре на 5 баллов удивили время. Ну, не так часто у нас происходит, что мы все поиграли в новую игру, еще и до релиза, знаешь, ну... Ну, да. Вот кто в Loan Echo 2 поиграл? Я так и не сыграл. Я понял. Только ты. Да, только я. Я хотел, раз мы говорим об играх, то прежде чем мы перейдем на железки и там всякие анонсы, давайте поговорим о том, что... Какие вы считаете лучшей VR-игрой года в этом году или, не знаю, самый... Ну, вот я сейчас сделал голосование, будет в новостях новых я расскажу о том, чтобы люди заходили, голосовали, несколько категорий. Там самое большое разочарование года, самая лучшая игра, самая лучшая мультиплеерная игра. Я, конечно, не прошу вас по всем категориям, но... Можно я начну тогда, потому что... Подожди, Эрик, что ты хотел сказать? Не-не-не, я просто показывал, что у меня их две. Ты говори, а я потом... Да, можно я начну. Для меня, как бы, на самом деле, игрой года является, безусловно, Resident Evil 4. То есть, я считаю, что это для меня, ну, самое приятное времяпрепровождение, потому что, во-первых, в нее приятно и быстро погружаться, она сама по себе интересная и VR-механики, как по мне, то есть, там как для новичка, так и для человека, который, в принципе, в них искушен, как бы там их достаточно, и они все довольно удобно сделаны. Ну и, несмотря на это, это все-таки игра большая и сюжетная, и не так дорого стоит. Разочарование года, наверное, для меня это Снайпер Элит, потому что по трейлерам, по всем, это был крепкий шутанг, где можно отстрелить часть тела врагам, но в итоге это унылая, беззубая стрелялка с куцами-механиками и максимально скучная, то есть... Medal of Honor на минималках. Да, 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 то есть, это вот именно такое ощущение, то есть, я купил, поиграл и остался максимально... А мне вот она понравилась, это такой явно не ААА, я ожидал, что это будет Double A, то есть, это между индией и большими играми. И вот в этой прослойке, на самом деле, сейчас и в традиционных играх, и в VR-играх не хватает проектов. Мне кажется, она отлично туда попадает, если... Ну, у меня не было завышенных ожиданий. Я... Мне нравится плоская версия того, где можно Гитлеру яйца отстреливать, и теперь это можно сделать в VR, правда, в VR-части Гитлера не завезли, но ладно. Ну, и как бы я получил удовольствие, да, там, никакого задумыванного сюжета, но пострелять, пофаниться по фашистам, еще одна игра, по мне, вполне. С точки зрения именно графической составляющей вообще претензий нет, то есть, с точки зрения, как бы, оружия тоже, но вот с точки зрения именно геймплейна и сюжета, мне она, ну, как бы показалась недожатой, то есть, могли бы сделать немножко получше. Получше. Ну, это, опять же, мое мнение, я разочаровался, но возвращать не стал, потому что, в принципе, свой фан она дает. Вот. Возможно, к ней вернусь в будущем, когда совсем, как бы, проектов никаких не будет. Мультиплеер. Ну, мне очень понравилось то, что делает Павлов. Опять же, то есть, в этом году они выпустили там всевозможные какие-то обновы, дополнения и прочее, то есть, постоянно дополняют игру к каким-то контентам новым и считаю, что, ну, эта игра является лучшим представителем жанра мультиплеерных шутанов в VR. Но, с другой стороны, есть Contractors, которую я попробовал на квесте и тоже считаю, что это сильный представитель именно в жанре квеста. А так, открытием года для меня стала игра Звездные войны, то есть, Tales of, что-то там длинное название. Galaxy Edge. Да, маркетологи, не делайте это. Это ужасно называть длинно. Звездные войны, короче. Считаю, что приятное времяпрепровождение на квесте стоит относительно недорого, да и контента, по сути, достаточно, особенно для фаната Звездных войн, погрузиться без провода, с приятной графикой, каким-то даже намеком на простой сюжет. Очень интересно, рекомендую, кстати, вам тоже. Не игра года, но, в принципе, своих денег стоит. И плюс у них дополнительное дело съесть. Это если брать такой, как бы, небольшой мой рейтинг в этом плане. Да, палец вверх. Извините. Вилку. Вилку в глаз. Давай, Эрик. У меня две игры, для меня лично мой топ, это Mist, который я давно ждал, и он вышел в Яре, я получаю от него массу удовольствий, я очень постепенно его прохожу, я наслаждаюсь этим переработанным миром от создателей, когда они создавали его изначально, это была игра квест с пререндеренными просто картинками статичными, которые, статичные картинки, там даже не ролики были, а когда на этой картинке ролик был, это просто конкретный момент, конкретный элемент картинки начинал двигаться, и то было видно, иначе слегка перемещаются пиксели. То есть я играл в первую версию Миста еще, то есть она там совсем-совсем была. Это был просто набор пререндеренных картинок 3D-шных с своим интересным сюжетом. Потом я первый ремастер пропустил, я играл во второй ремастер, там уже было чуть-чуть немножко все покрасивше, потом я немножко поиграл, мне не понравилась была первая версия 3D, когда ты мог уже ходить по этому миру, но нет, когда я вот сейчас запустил Мист в шлеме, когда он вышел, и я вот очутился в этом мире, который видели создатели, которые я себе представлял, когда я в него играл, для меня это вот, это квест, он сам по себе сложненький немножко, конечно, он своеобразный очень, но вот для любителей загадок, квестов и чего-то такого странного с неоднозначными концовками, с не одной концовкой, а разными концовками, потому что у нее не одна концовка, а несколько абсолютно разных концовок, можно там реально проиграть совершенно по-разному, можно выиграть по-разному, когда ты выигрываешь, ты понимаешь, что ты нифига не выиграл, на самом деле все намного глубже. Это, это интересный, это интересный экспириенс, и это может понравиться. А учитывая, что все это еще и в 3D, и это от создателей, то есть не просто кто-то там переделал это с создателей, они сделали так, как они ее хотели показать в первый раз. Это круто. Второе, я только запускал, я не прошел, я только запускал посмотреть начало Лонеха второго. Я первый все, вот, никак не могу, я вот несколько дней делаю перерыв, захожу опять, пытаюсь пройти долго на этот уровень, не могу никак пройти, что-то меня психую. Запустил второй Лонеха, чтобы посмотреть, что будет дальше, и я уже понял, вот вторая игра года, но это больше сюжет, это конечно Лонеха второй. Сюжет там начинается, первый сюжет был затравочный и неплохой, во второй я понял поначалу, что сюжет там будет, да, поэтому вторая игра года для меня это Лонеха второй. Ну, собственно говоря, это весь мой топ, как бы больше я особо, снайпер элит, я не могу ничего о нем сказать, потому что я не люблю подобные игры, я шутуны не очень люблю, так что вот прямо вот всегда зайти порубиться, но снайпер элит это более такое конкретное, когда нужно сесть со снайперкой, желательно, конечно, еще, наверное, я так подозреваю, что, скорее всего, если нужно будет сток, чтобы ты мог упереть в плечо, нормально прицелиться. Не-не, там кнопкой зажимаешь, дыхание задерживаешь или... И погнал. Да. Понятно, ну, тогда вообще неинтересно. Ну, максимально комбовая. Да. Медаль, Medal of Honor я медальку вообще не очень, изначально я ее даже не брал и особо за ней не следил никогда, посмотрел на обзоры, посмотрел на геймплеев. Да, игра не любителя, но я не любитель данного жанра, поэтому в моем топе ее не было совершенно. Ну, как-то так. А какая-нибудь игра разочаровала тебя? О, да, кстати. Или, не знаю, продукт какой-то VR-ный, который вышел, и ты купил, или, может, ты ничего не покупал? Нет, меня, скорее, не игра разочаровала. Меня разочаровал сам по себе год. Ну, это потом оставим, когда до продуктов, да, дойдем. Да, дойдем до продуктов, да. Потому что тухле меня тоже есть топ. Да. Дима. Короче, а что вообще в этом году? Вот в чем вопрос. Что вообще выходило? Я вот честно, какой-то год реально максимально тухлый. Вот, ну да, резик. А ты голосование, когда скидывал, ты не смотрел кандидатов? Блин, я смотрел. Потому что на самом деле, да, так сложно вспомнить, но когда ты открываешь, там довольно большой список. А где ты его скидывал, чтобы я сейчас, может, открою, тебе быстро список прочитаю? Виарус был, была ссылка на него в новостях, Серджио постил. Ну, короче, та игра про этих, про викингов. Пум, пум, пум. Подожди, ты про Рагнарог, что ли? Да, да, да. Я, честно, я ее хейт. Мне вообще абсолютно нравится. Ну, ты хейт. Ты хейтер. Мне она нравится. Слушай, на каждую игру есть свой потребитель. Мне она зашла. Я люблю, я люблю такой рок, понимаешь? Я люблю подобную музыку. Я получаю удовольствие. Битсейбер, я не люблю играть в битсейбер. Большинство треков. То есть, я играю в основном стоковые или там избранные какие-то скачанные. Потому что я не люблю играть в ритм-игру под там какой-нибудь опенинг какого-нибудь аниме или под какой-нибудь просто кровь из ушей, какой-то ремикс с воплями-криками. Дима, давай свой топ. Пока вы дальше не уехали куда-то в какие-то дебри битсейбера. Короче, резик мне понравился в целом. Я не играл в оригинал, но в VR достаточно прикольно он играется. И вообще в целом шутеры в VR хорошо переносятся, которые были до этого. Ну, резик прикольно получился. Вот, что вообще выходило еще? Давай я прочитаю. Давай, давай. Вот топ 10 игр, которые вышли в этом году. Microsoft Live Simulator, Warhammer Age of Sigmar, Sniper Elite. Это вот, который недавно вышел, да? Да. Я поиграл, мне не понравилось. Sniper Elite, Medal of Honor, Cooking Simulator VR, Gorilla Tag, Ancient Dungeon, Lone Echo 2, Rec Room, потому что вышел в этом году, и Cosmod Red. Нет, там еще. Ракрум-то, игра года. Ой, Ракрум, господи, этот, Gorilla Tag, игра года. Survive, Car Mechanic Simulator VR, Demeo, Eye of the Temple, Mask Maker, Hyperdash, Steel Crew, Forward, Alt Deus Beyond Chronos, что-то я даже не знаю, Legendary Tales, Ragnarok, Tales of Glory 2, Rezik, Blade & Sorcery, Nomad, Hand Physics Lab. Это в смысле вообще игра? Я думал, это просто демо-сцена какая-то. Короче, вышла она куча демок в квесте. Этот, Air Guitar, еще Like a Tail и Jurassic World Aftermath. Ну и Township Tale. Короче, куча кратна и Rezik. Короче, Township Tale это, на самом деле, отдельная игра, которая стоит внимания. Если вы любите ммошки, то это обязательно-обязательно. Да, Township Tale, ну я не играл, честно, но мы смотрели несколько раз видосы. Блин, я все никак не соберусь. Там реально можно... Слушай, давай соберемся, поиграем. Выглядит, выглядит клево. Я уже больше полугода оплачиваю сервер. Стоит, простаивает. Пусть Илья и организует нам. Давай, Илья-то освоит этот какого-раз у Димы, нет рейтинга. Короче, ладно, я скажу так, что Rezik прикольный. Мне понравился, наверное, Rezik. Единственное, что в этом году неплохо. Ну вот, наверное, можно на топ-1 поставить Medal of Honor. На квесте тоже посмотрел Мэ. Ничего прям такого. Ну, то есть она такая же, как и на ПК, только с хреновой графикой. Вот, так что... Вот. Hinge, кстати, в этом году вышел. Да-да-да. Да, ну вот на самом деле можно сказать, что это разочарование года, потому что... Такая гумозная игра просто. Капец, она выглядела еще неплохо, она в VR хуже почему-то прям ощущается. Мне просто... Такая сложная, непонятная вообще трейлер. Ну, они вроде там ее переделали, и теперь все нормально, но кому она теперь нужна, да? Ну да. Будет уроком, ребятам. Вот. А так вообще реально год какой-то тухлый. Вот в следующем году мы будем надеяться что-нибудь. Илья, твой топ? Это мой. Давай твой. Ну, игра года у меня Loan H2. Я от нее получил невероятное удовольствие. И сюжетных игр с тех пор, как Half-Life Alyx вышел вообще в VR, особо таких нету, которые именно ориентированы на сюжеты, а не на геймплей или что-то другое. Вот. Но по мультиплееру скажу, что в этом году я начал проникаться VR-чатом. Как бы мы тут часто проводим время. И прежде чем подготовить, найти место для подкаста, я часто прыгаю по разным мирам и смотрю, что люди делают. Потому что обычно смотрю самые популярные миры. То есть там кто-то танцует, кто-то там, не знаю, просто сидит и разговаривает с друг другом. Кто-то спит прямо вот в публичном мире. Ну, как бы я бы таким заниматься не хотел. Но интересно, что VR развивается во все стороны и появляется больше людей, которые именно живут этим миром. И мне кажется, вот в VR-чат это и есть настоящая метавселенная, а не то, что там Facebook пытаются продать. Если ты не против, я добавлю. Я добавлю. Чтобы люди, которые не знали, немножко поняли. Вот мы можем тут собраться в любое время с разных стран, с разных концов мира. Мы сидим вот рядом, вот так. И вот на фоне тут горит камин, играет музыка. Я сделал себе локально эту музыку, чтобы она слегка на фоне играла. Тут вот снежок идет, там стоит снеговик, это праздничный стол. Понятное дело, что мы не можем в реальности этот бокал выпить, но эмоционально... Но зато мы можем его перевернуть, и он не прольется. И психологически вот такие сборы, это намного, намного приятнее, чем там сидеть в Дискорде, общаться голосом. Когда вот есть люди, которые просто собираются пообщаться в Дискорде, не играть вместе, а просто общаться. То мне кажется, лучше такие подобные вещи делать, собираться в VR-чате и сидеть тут вот так. То есть, да, понятное дело, что ты аватары, но ты получаешь намного больше удовольствия от общения такого. И действительно, ты правильно выразился, что это та метавселенная, которая должна быть. То есть, что мы вот так вот собрались, посидели, захотели, прыгнули в другой мир, в котором можно поиграть в какую-нибудь мини-игру. Тут их тоже полно. Поэтому VR-чат, это действительно, да, ты правильно заметил, это очень хороший, очень сильный проект. Если вам на Новый год нечего делать, не с кем встречать Новый год, я уверен, есть много людей, которым тоже не с кем. Вы можете собраться вместе в VR-чате, сесть за виртуальный стол и просто пообщаться. И вам не будет так одиноко. Особенно сейчас в ковидное время там никуда не поедешь. А тых аватаров вообще охереете. Когда вам еще доведется поесть нарисованный хлеб с какой-нибудь розовой коровой, если это не ваше бывшее? О-о-о, там есть, короче, на одном мире был аватар, автобус. Ты автобус. Или поесть нарисованных хлеб с автобусом. Да, и в тебя могут люди сесть. В тебя могут люди сесть. Это то, что всегда я хотел. Но если... Подожди, я еще хотел сказать про разочарование. И разочарованием, наверное, было то, что Цукерберг нам вот показал метавселенную и видение Фейсбука, то есть мета, извините, того, как в будущем будет выглядеть эта метавселенная. Мне кажется, вот это вот более правильное. Да, тут есть донатные элементы. То есть в VR-чате есть там подписка плюс, что-то открывающее дополнительное. Но абсолютно любой человек может присоединиться и найти нормальный аватар под себя и общаться с другими людьми. И при этом нам не пришлось платить за вот эту индейку, за вот эти бутылки и вот этот хлеб, который тут есть, какой-нибудь черной женщине, которая их нарисовала. И свечки у нас... Ну, у нас нет свечек. Ну, вы поняли, к чему я это. Потому что их не купили, да? Нет. Зато у нас есть камин и елка. А если... Да, я понял тебя, о чем ты. Но пока мы не перешли в тему разочарований по итогам года для индустрии, хочется немножко вернуться именно в контент. В этом году, да, мы не увидели каких-то действительно капец громких релизов VR-игр. И для многих это разочарование. Те игры, которые выходили, они не всегда отвечали своим маркетинговым, так скажем, рекламным компаниям. Но, с другой стороны, я в этом году открыл для себя много контента от любителей и мододелов. То есть, это прекрасные моды для игры Вальхейм. Это прекрасный мод для мафии. Это прекрасные моды для выходившей для игры Вульфенштайн. Для игр Doom. То есть, все это дает море фана. То есть, если вам не хватает контента, то обратите внимание именно на эти моды. Потому что тот же Вальхейм... Моды для GTA, для RDR. Я поиграл в GTA 5, я в VR получил настолько море удовольствия. Сел в машину, поехал вдоль океана закатного под какое-то там радио. И это было реально прикольно. Вот я получил от этого удовольствие. Это действительно вот прям... Тот же Вальхейм или RDR, или, опять же, мафия. То есть, они дают колоссально другой взгляд на привычные вам игры. Поэтому рекомендую. То есть, если не нашли контента чисто под VR, обратите внимание на моды. А теперь к мета-разочарованиям этого года в устройствах. Мета-калу. Ну что, могу высказаться? Или опять по той же очереди, да. Для меня разочарование – это бесконечные попытки HTC сделать хорошее устройство и провалы. Это просто была феерия какая-то странных устройств, которые мы получали. Это Flow, это их Focus 3 для бизнеса, который вообще для бизнеса, как бы, ну, не знаю, каким боком он подходит только ценой. То есть, это типичное устройство для игр, беспроводное. Это странное изыскание Марка Цукерберга в его смене имени. То есть, к чему все это убрал и название Oculus, какой-то мета. Все побежали с этой метавселенной привязывать все, что угодно и везде мета-мета-мета-мета-мета. Но, с другой стороны, никто не может представить действительно интересного продукта, за исключением того, где мы уже и так сидим. То есть, вот она метавселенная, про то, что Илья сказал. Это все разочаровывает, это показывает, что у крупных игроков нет видения, точнее, не то, что нет видения, нет, ну, я не знаю, стопроцентного видения и дорожной карты развития VR, они мечутся, они какие-то странные завуалированные темы на своих презентациях говорят нам. То есть, никакой ясности, ждите релиза, то есть, ну, окей, хорошо, это разочаровывает. Тот же Гейб, но от него мы ничего не ждем, и, на самом деле, вот он меня меньше всего разочаровал, хоть он и не выпустил продукт, но, по крайней мере, он обозначил, что они вкладываются в шлемы. И это, я считаю, уже как бы, ну, со стороны Valve говорит о многом. Sony показала какие-то свои устройства, ну, еще в конце прошлого года, но, с другой стороны, мы ждем, опять же, их шлема, они ничего не обозначили в этом году. Это, в принципе, не разочаровывает, но, по крайней мере, дает какую-то надежду. Но вот именно то, что делает HTC и то, что сделал Марк, меня немножко разочаровал. Рейтинг такой. Эрик? У меня разочарование не в самом том, что Facebook ничего не представили, нет, я уже высказывал свое мнение о том, что это хорошо, что они сейчас ничего не показали, они покажут чуть позже и более готовый продукт, хорошо, что они не выпустили новый квест, убив предыдущее поколение очень быстро. У меня больше разочарование, скорее, вот, как ты правильно сказал, о том, что сейчас все начали говорить о мета, тут же появилась куча всяких новостей, разных, разных статей, не новостей, статей, от разных журналистов, от разных, скажем так, именитых и не очень людей в подобных сферах, к VR-у, не относящихся, но относящихся как-то к социальному. Читал очень неплохую статью на тему того, что то, что говорил Цукер на Metaverse, про Metaverse, это все не просто розовые мечты, а розово-фиолетовые мечты, которые никогда не сбудутся, потому что это совершенно не жизнеспособная система. Длинная статья, я в истории гляну, я скинул ссылочку, можете потом посмотреть ее в описании, может, оставишь ссылочку, действительно интересные статьи, которые расписывают, ну, для тех, кто знает английский язык или с переводчиком. Там описывается очень подробно, почему подобное не будет существовать в ближайшие лет 5-10-15 в том виде, который нарисовал себе его Цукер. Люди не готовы совершенно, большинство не готовы платить за непонятно что, непонятно как и вообще, что это будет такое. Точно так же мой озвученный вопрос, что те же Microsoft хотят тоже войти в метавселенную, но для бизнеса. Я тогда же, когда обсуждали, я задал вопрос, а что они хотят делать в этой метавселенной, используя AR, VR, то, чего нельзя сделать без AR. Да, ну, да, то есть, то, что нельзя, бизнес, который не может существовать без VR, AR, такого нету, и его не будет в ближайшие много лет. Но больше всего меня разочаровывает то, насколько много компаний и людей сейчас начинают на этой волне хайпа тратить огромное количество ресурсов на непонятно что. То есть, они сами не знают что, но они хотят это сделать. Хайпажор начинают. Именно на хайпе. Ну да, хайпажор начинают. Прочитал отдельную, какую-то очередную статейку, прочитал, и стало аж дико смешно, потому что эту статью написал, там в конце типа о себе он написал, там такой-то, такой-то, я не помню ни имени, ни фамилию, технический директор, создатель метавселенных. Ничего себе. То есть, да, император Зарнакса. И это еще не существует, но он уже технический директор и создатель метавселенных. Но вот проблема в том, что много людей и компаний, они имеют абсолютно разное видение, что такое метавселенная в их представлении. Как бы общее это должно быть, что это должна быть одна система, как интернет, в который все компании что-то свое добавляют. Да, верно. То, что они хотят в игры тоже добавить метавселенную. Они сказали, ну, Halo — это метавселенная. Ну, там, Microsoft Light Simulator — это метавселенная. Ну, да, но нет, это игра. Это игра, это вселенная игры. Ты как бы можешь сделать там хаб какой-нибудь, где все версии Halo будут как-то пересекаться и что-то работать. Но это не будет означать, что ты можешь пойти в абсолютно другой проект от другой компании и использовать то, что ты, не знаю, там, задонатил или нафармил вот в этой игре. Ну, да. Полетать мастер-чифом над Лос-Анджелесом на самолете, аэробас какой-нибудь. Соответственно, ничего от этого ты не получишь. На Cessna пожужжать. Вот самое большое разочарование года у меня — это то, что сейчас огромное количество людей тратит огромное количество ресурсов, причем неважно, финансовых, информативных, информационных ресурсов, просто тратят время, даже просто твое время на чтение этой статьи они потратили, или новости про метавселенную. Ты прочитал эту статью, и ты понял, что ты понимаешь, что они сами не понимают, чего они хотят, но они потратили и свое время на написание этой статьи, и твое время на то, чтобы ты ее прочитал. То есть, мое самое большое разочарование — это то, что тратится огромное количество ресурсов, времени и вообще всего на просто непонятно сказанное слово. Мета-вселенная, метаверс. И все кинулись. И смотри, Эрик, да. Я закончил второе разочарование года. Не, подожди, подожди, пока ты не ушел во второй, я дополнить хотел просто. Да, пока вот очень правильно ты сказал в этом плане. Действительно, если обратить внимание на все те выставки, которые происходят под эгидой всего этого дела, то есть сейчас вот эти вот все, как ты заметил, технические директора по созданию метавселенных, они с важным видом думают, что они, так скажем, являются предвестниками какого-то будущего. Я обращаюсь к вам, все вот эти вот ребята, которые думают, что они как бы создают мет или еще прочее такое. Нет, вы не создаете будущее, потому что мы уже так или иначе находимся в том, что нам нужно. То есть VR-чат отвечает всем потребностям, которые требуются сейчас индустрии. Его нужно только расширять. И то, что вы чванливо, сидя на своих кожаных креслах, в огромных кабинетах, говорите умные слова и сели, фасилитация, высокий FPS, метавселенная и прочее, 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 не приближают рынок совсем к будущему, которое вы так хотите видеть. Это не так, поэтому заканчивайте заниматься херней, делайте нам контент. Ты им даешь сейчас такие идеи, сейчас через две недели будет новость, что Facebook покупает VR-чат и... И мы переезжаем в Microsoft-мета-вселенную и будем летать на этих... У Trill Seeker был видос... Будем в рекруме сидеть. У Trill Seeker был видос про то, что типа Oculus фактически, точнее не Oculus, а мета, бывший Facebook, короче, занимается, типа, чуть ли не мета-кражей. То есть фактически, реально, то есть это уже давно существует, мета-вселенная существует, просто она, типа, так не называлась никогда. То, что, ну, Facebook вот так красиво говорит, это все уже существует в VR-чате, а то, ну, какие они показывали кейсы, они... К ним еще надо, ну, как-то подвести людей, людям надо показать, ну, типа, какие-то вещи, которые они реально прямо сейчас захотят использовать, а они показали все, что люди не захотят использовать, потому что это будет... Ну, сродни того, как смотрели на людей, которые в Bluetooth-наушниках в первых ходили. Типа, ты что, дурак, с кем-то разговариваешь? Вот такая история. Первым никто такими, ну, то есть не захочет быть. Им надо показать что-то, что вот прямо сейчас можно использовать. Вот. Ну и... Знаешь что, мне кажется? Да. Что? Извини, я вот сейчас покажу просто для понимания. Вот, если они хотят то, что они рассказывали, да, то, находясь в подобном мире, не купив эту бутылку вина, вот она пустая, да, никакой наклейки, не купив ее, здесь 99,9%, что была бы этикетка какой-то фирмы, которую купили у Facebook рекламу, Ну да, стол из Икеи, там посуда тоже из Икеи. Да, 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 везде были бы логотипы, то есть вот бесплатный мир, да, но он будет полон проплаченной рекламы заранее, нативной, да, как она называется. Это был бы не хлеб в тарелке, это был бы хлеб еще и в упаковке. Да, да, с этикеточкой, да. Да, и тут стояла бы бутылка Coca-Cola, обязательно именно Coca-Cola. Я пью Coca-Cola, да, я пью Pepsi, я к ним отношусь абсолютно одинаково, но тут была бы Coca-Cola, и ты бы не мог нигде в мире найти Pepsi, если ты только не купишь эту Pepsi. Везде будет Coca-Cola. Или наоборот, кто больше заплатит. Ну да, да, ты прав. Окей, твое второе разочарование. Что Цукер настолько много времени уделил непонятно чему, что они нас прокинули, вот по сути прокинули с Oculus играми, да, гейм-анонсами какими-то, настолько, что даже никаких анонсов там и так далее не было к рождественским праздникам. GTA. Вы можете поиграть, будет там и декабрю. То есть я не понимаю, на что они тратят такую кучу денег. У них там сколько тысяч работает в VR-отделе, и что у них, какие, у них кучи студий не понакупали. Где хоть что-нибудь интересное на рождественские праздники, там что-то сюжетное, интересное. Я не говорю про Луны. Пак для битсейбера будет. О, круто, круто. Битсейбер. Эрик любит битсейбер. Он любит рубить эти, как его, квадраты под какую-то музыку, как он сказал только что. Да, он только что себе вилкой глаз выковырал. Прикольно. У меня вот вообще на самом деле раздражает то, что, ну, как-то фокус идет сейчас в какую-то непонятную историю. Реально то, что вот вы сказали, что деньги сейчас, вообще в целом внимание компаний-разработчиков фокусируется непонятно на чем. Просто они хотят зарабатывать бабла, это понятно. Но, ну, то, что сейчас и так как бы не сильно развито, мы видим, насколько этот год был не очень по играм. Ну, там было пару неплохих реальных игр, но мне кажется, этот год какой-то достаточно тухленький вышел. Вот. С трудом вспомнить, что вышло. Там, ну, реально горела так, могла вот, ну, можно сказать, игра года. Ну, то есть тупо потому, что... Ну, я, конечно, в шутку, но все равно сам факт, что это было настолько громкое событие, ну, что это даже смешно. Я уверен, на 99 процентов, ну, у меня есть уже статистика, там, почти 200 человек проголосовало за то, что я создал, и в мультиплеер года лидирует горелла. Ну, это рафляные серии, как бы, ну, нельзя всерьез говорить об этом. Но это не рафлян, потому что ничего другого не было. Ролики на Ютубе... Ролики на Ютубе не встречал, случайно, всякие приколы из горилла так. Вот есть ролики, да, там VR-чат приколы, приколы в VR-чате, там, когда народ собирается, как-то там подкалывают... Именно вот моменты. Funny moments from VR-чат. Когда там, допустим, с кем-то, слышишь, общаешься, да, там, в комнате, и тут вдруг там из окна вылазит какой-то там аватар, какой-то очень странный такой. Ну, образом просто... Я с танком видел. Тут, типа, заяц не пробегал, ты, чё, нет, окей, и уходит обратно в стенку, исчезает. Это funny moments, это прикольно, неожиданно, забавно. И точно так же есть уже куча моментов funny moments из горилла так. Они интересные, они забавные, с них можно порвать. Я понял, но ты больше, пожалуйста, не делай, ты выглядела максимально кринжок, когда ты описываешь шутку. В моей голове это было совсем не смешно, это было просто страшно. Ладно. Ну, окей. Короче, меня смущает то, что реально в этом году практически ничего не выходило. И, ну, то есть, реально горилла так, можно считать, одной из самых фановых игр, просто потому что в этом году было тухло. Ну, она реально фановая, там, по-своему, всё такое. Но, то есть, это показатель того, что в этом году реально настолько ничего не выходило, что маленькая какая-то поделка от одного чувака, она, типа... Маленькая, полтора миллиона игроков. Ну, ладно, окей. Поделка маленькая, а выстрел большой. Самое обидное всего от этого, то, что опять, когда сойдёт вот этот вот хайп мета вселенных, и когда ты будешь говорить про то, что там VR-индустрия, VR-разработка, VR-контент, тебе будут говорить, это вот мета у вас вот что-то не выстрелило, да? Да, да, да. То есть, у вас мета не выстрелило, контент у вас нет, шлемы у вас не выходят какие-то странные, вокруг вас часто встречающийся хайп, из которого не получается крупные выстрелы индустрии, а ещё у вас там полтора миллиона в горилла так бегает. То есть, понимаешь, как бы... И ты такой, э, ну да, наверное, давайте поговорим теперь про что-нибудь другое. Ну, то есть, вот это вот на самом деле выстрел, что называется, в пустоту, то есть, это холостые выстрелы идут, то есть, мы не получаем контент, мы не получаем продукт, то есть, мы получаем слова, слова, слова и кучу статей от директоров по мету. Фактически, ты сидишь, и тебе не во что играть, и ты смотришь такой, а люди, ну, типа, занимаются вообще не пойми чем. Ну, то есть, типа, весь фокус сейчас уходит в эту метавселенную, даже непонятно, что это будет, когда это будет. То, что я и сказал, что куча ресурсов уходит на это. Я, ну, то есть, ладно, окей, пусть собираются, но я лично буду, типа, не буду уходить в эту метавселенную, я буду заниматься разработкой игр. Мне вот это интересно, и я считаю, что очень многие просто сейчас ждут, и им не во что играть, и они хотят именно игр, а не метавселенных. И, кстати, если говорить про тебя и про вашу студию, на самом деле, я рад, что вы выпускаете, продолжаете выпускать различный контент с точки зрения именно игр, то есть, это и Gainz, который у вас, я так понимаю, уже вышел. Нет, выйдет, ну, вот недавно был анонс, что... Потому что я уже видел все ролики, там, чуть ли не битва с боссом, то есть, там, какой-то... Ну, в декабре выходит. В декабре, в середине декабря, 15-го, если ничего не путаю. Вот, недавно была... И вторая игра, это, блин... Outlier. Как же название? Да-да-да-да, тоже, в принципе, самобытный проект с интересными идеями, то есть, ну, хорошо, что остаются студии, которые делают контент. Да, мы можем в Варчате серии, ну, вот это что-то не то, там, Снайпер Элит. Блин, игра вышла. Игра хорошая, игра стоит своих, как бы, ну, своего фана. After the Fall, окей, игра вышла, мы получили фан. То есть, да, поставили оценки, как бы, да, она требует допиливания. Но покупайте, покупайте игры, то есть, играйте в них, поддерживайте разработчиков, да, пишите, чтобы они что-то доработали, что-то переработали или добавили какой-то контент. Это важно, потому что, как бы, если не покупать, а просто, как бы, ну, ворчать и ждать какой-то метод, то фактически индустрия загнется. Да даже если купить не понравилось, написать негативный отзыв и вернуть, это будет полезно для разработчиков, потому что они получат фидбэк какой-то. Да, да. Они просто проигнорировали их продукт, там, 10 тысяч покупок и все. И просто хотел добавить про VR-чат и популярность проекта. Я забыл такой момент еще, вот ты про него сказал, я сейчас вспомнил. Вспомните, сколько людей купили шлемы и кучу разных трекеров только ради VR-чата. Ведь это же не просто единичный случай, это очень много людей покупали огромное количество стим-трекеров только для того, чтобы у них появилось фулл-бади трекинг. Ну, так, собственно, стим-трекеры, HTC, все деньги со стим-трекеров, что не от бизнеса, это от VR-чатеров. Потому что кому еще они нужны? Да, то есть это настолько популярный, успешный продукт, хотя он простенький, кажется. На самом деле это очень успешный продукт, и я вот недавно... На мой взгляд, он очень кривой, он очень кривой, но действительно сейчас некому конкурировать. Да. Фактически. Есть там Neos и еще какие-то, но не знаю, мне даже не хочется их запускать. Им не хватает денег, им не хватает денег, и, что называется, разработчиков, которые могли бы их продукт привести в порядок. Опять-таки VR-чат вообще бесплатный. Дело не в этом, дело в том, что у VR-чата все-таки присутствуют денежные средства для, как бы, ну, у них есть вливание. В них вливают, да. Да, в них вливают. И опять же, еще интересно... Правильно, почему вливают? Подожди. Еще интересно, у VR-чата у него, несмотря на местечковость с точки зрения контента, у него очень широкая база именно пользователей, то есть и интересующихся пользователей, которые, как бы, ну, держатся друг за друга, то есть, например, посмотришь какие-то Twitch-трансляции, то есть из VR-чата, это фактически, ну, между собойные клубы, но с широким спектром людей, поэтому вот она мета-вселенная, которую все хотят, именно с точки зрения бизнеса, вот этих вот воротил, но она уже есть. Развивайте. И точно так же создатели контента годного, хорошего, они зарабатывают деньги. Мастера аватаров, ну, те, кто делают аватары за деньги, они зарабатывают достаточно неплохо денег за... И у них, у тех, кто делает хорошо аватары, у них заказы вперед на полгода. Ну, не полгода, но если месяц... Есть спрос, есть предложение. Есть спрос, есть предложение, да, да. То есть деньги платятся. Есть люди, которые заказывают и платят деньги за отрисовку карты, какой-то хорошей карты. Автономный рынок есть, да? Да, то есть тебе понравилось, ты заходишь на карту, на многих хороших картах, на которых присутствует какой-либо элемент, мини-квест или чего-то еще, какого-то интерактива. Там есть список донатеров, которые, типа, донатят за подобные вещи. И это хорошо. Это уже, на самом деле, живущая вполне себе метавселенная. Пожалуйста. Да, согласен. Ну, в общем, я к тому, что, типа, я не знаю, там, допустим, даже если наша компания вдруг такие, все, мы в метавселенную, типа, ударимся, я, ну, я буду топить за игры, я уйду, там, и буду свое отчет, например, или куда-то еще набиваться. Но мне интересно делать игры. И мне очень не нравится то, что сейчас что-то вообще такое ощущение, как будто фокус игр перешел вот как раз в эти метавселенные. Мне это смущает. Причем не в устройство, да, именно, не в игры, не в устройство, а именно в какие-то метавселенные. В абстракцию какую-то, а какая-то абстракция реальная. Ты не можешь это, ну, пощупать, но это делать так не можешь. Я, скорее, ты не можешь представить себе кейс, как лично ты пользуешься этим, вот, то, что они представляют. Ты когда слышишь метавселенная, слово вот это, это слово, ты не понимаешь, что конкретно имеется в виду. У тебя нету конкретной какой-то вот видения в голове, что конкретно имеет в виду тот или иной человек, когда говорит метавселенная. Оно максимально размыто. Такое ощущение, как будто за этим словом уже ничего не стоит. Это просто маркетинговый ярлык, который пытаются использовать, чтобы заработать. В общем, зрители, играйте в игры и делайте игры, если вы разработчик. Это важнее, чем метавселенная. Голосуйте рублем, на самом деле, голосуйте рублем за то, что вы хотите видеть в будущем. Если вам нравится какая-то конкретная игровая студия, вот, ну, типа, ну, даже, опять же, вот, тоже речь можно затронуть немножко про пиратство. Если вам понравилось, даже если вы, типа, ну, не располагаете большим количеством средств, да, и вы вынуждены там пиратить, ну, то есть, мы, конечно, не поддерживаем это совершенно, но даже если вы так делаете, постарайтесь все-таки найти средства и закинуть ребятам, которые старались, делали контент, потому что они в будущем тогда смогут еще что-то сделать. Иначе, типа, они, вот, именно в VR, это вот очень сильно важная штука, потому что в VR тяжело заработать по сравнению с большим ПК-рынком. Постарайтесь реально, ну, типа, тратить деньги на хорошие игры, чтобы они дальше развивали. Ну, ладно, мы что-то опять грустно ударились, то есть, соответственно, ударились грустные After the Fall, ударились грустные разочарования и прочее. Было что-то хорошее, было и не очень хорошее, но есть во что поиграть, слава богу. Пока что есть еще, можно найти. Короче, надеемся на все хорошее в следующем году, я знаю, что есть пару игр, которые выйдут, и даже одна, которая не анонсирована в теории, может быть хорошая, это 22-23 год, скорее всего, инсайды, инсайды, вот, будем надеяться, что следующий год будет лучше, вот, в плане релизов, это вот моя ожидания. Да, я бы хотел со своей стороны пожелать на самом-то деле любить индустрию, индустрия молода все еще, и контента хоть с одной стороны много, но с другой стороны только вы вольны выбрать этот контент и поддержать тех разработчиков, которые его делают, вот. Ну и опять же... Убегает, убегает. Люби индустрию. Люби индустрию, да, пока индустрия не полюбила тебя. Мы можем все в кадр встать и попрощаться, пожелать... Ну, ты нормально сидел, ладно. Мы можем попрощаться со зрителями до следующего года. Спасибо, что нас смотрели, оставляйте в комментариях ваши лучшие игры и ваше разочарование года. И ожидания на следующий год. Да, и ожидания на следующий год, и мы встретимся уже в 2020. втором. Спасибо вам, что были с нами. Пока-пока. Пока. Пока.